отлично перезагрузка помогла привести грейверна в чувство сразу убрал наконец-то свой арбалет и продолжил путь да это был жесткий момент очень суровое место по орка шамана и и большая стая глорхов и штеков прохляя как меня это уже нас то чертела невыносимо огромное желание появляется с испепелить этого безумца вечно путаются под ногами эти а 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 У меня нет злоб, просто. Точнее, я не... Чёрт возьми, не для записи. Так. Аккуратно зашёл сбоку. И вот эти все... Твари здесь также внезапно появились. Причём не сразу, мне тут постоять ещё пришлось. Ой, какое время. Горите все! Так, у меня в Воронье трава закончилась, это очень плохо. Придётся в Вилейсы есть, ничего не поделаешь. А, кстати, каменные корни можно. Но они, по-моему, идут в зелья какие-то, но... В принципе, у меня их много. Тёмный лист. О, кстати, тёмный лист. Музыка. Тёмную траву Драконий корень Вишня тролля Так, что за тёмная трава? Тёмный лист, что ли, имеется в виду? Тогда его есть не стоит Возможно, и воронья трава имелась в виду Я её всё слопал Ладно, не важно Буду кушать вилейсы Тяжёлый доспех наёмника Это по сути Тот же тяжёлый солдатский доспех Как он здесь называется Потом тяжёлый арбалет И довольно хороший двуручник Но настолько он жалкий Тем не менее, этот Грейвер Отлично, ещё и мой опыт забирает В стиле... Причём, кого-кого, кротокрысов Лучше порков валил Так, а вот и орк проявился Да они просто как старая плёнка для фотографий Требуют время для проявления Здесь нельзя Здесь нельзя Здесь нельзя Здесь 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 нельзя Здесь нельзя Супер ох ты но хоть что-то первое полезное действие он совершил за все время нашей прогулки а целая группа так лучше я вообще не буду вмешиваться а то кого-нибудь сожгу нечаянно и начнется потасов мадарес спрятался в одной из штолен мы думаем что он не сможет оттуда выйти но когда мои люди сами попытались к нему войти некоторые из них были убиты тогда они отступили и стали ждать меня я еще раз проработаю план со своими солдатами и потом мы начнем наступление хорошо я говорил тебе уже сегодня мадаресу отрубят голову и это еще слишком быстрая смерть для вероломного предателя подумай все это пойдет наконец-то наш мучительный путь сюда завершён сколько здесь раз два три 4 5 6 наемников шахта открытом важное задание беринга ра так ну пойду один одному мне будет гораздо лучше итак мадарес там по моему в прошлой серии какая-то была опечатка в диалоге с беринга ром когда он рассказывал мне про этого мадареса что-то там было спрятаны какие-то в общем хотели сказать я так думаю что спрятаны в тайне уже мне беринга рассказывал в тайны были спрятаны эти три ромары амулеты которые принадлежали этим самым магом ордена мадримир которых мы часть которых вывели из пещеры и вот один из этих три ромаров каким-то образом угодил в руки этому солдату где-то он его что вот так вот сразу ну и ладно своим смирением рудокопа он мне пытался кстати вот кулак бойца я выбил точнее подобрал с солдата который с наемника который охранял получается вход возле шахты вход в эту в нижнюю на нижний уровень крепости штеки его совсем закусали или орк ли там был я уже не помню так зелье по моему даже перманентная да так есть эссенция зелья а черт давно к слову не было подобных вылетов а и Хм. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хм, еще перманентное зелье. На здоровье на этот раз. Здесь я нашел, судя по всему, эссенцию, плюс 5, и еще где-то было найдено зелье, плюс 15. Скорее всего, в пещере с магами. Пока что я решил приберечь эти зелье. Все-таки, что касается силы, можно было сразу ее повышать, потому что одежда и доспехи огромное количество силы отнимают. Мана же максимально прокачивается до 100. А у меня уже 48 маны. И, в принципе, мне больше ничего не нужно. То есть, никакое владение оружием. Я так мастер одноручного меча. Лук, арбалет двуручный мне не нужно. Взлом замков есть. Воровство не нужно. Магию еще, четвертый круг. И... И все. Только мана. Поэтому вдруг у меня... Будет хватать на все очков. Тогда подниму до максимума, до 100. После этого... Так, вон меня кто-то уже хочет... Зарубить. Эй, спокойно! Уже не хочет. Так, что здесь? Руна. Судя по всему, свет. Мда, так и есть. Так, что, думаю... Доведу со временем ману до 100. Потом... Потом уже... Пойдут в ход зелья. Так, вот там какой-то проход есть. Подводный. Так. Ты убил одного из наших людей. Очередная подобная выход. Хм, нет. Хм, нет. Залежи руды здесь несколько изменили. Я имею ввиду визуально, но... Добывать их все равно нельзя. Так. Даже убрали анимацию. Ух ты! Вот это серьезно. Хм. 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 Так, сила 105 еще, пожалуй. Десятку добавлю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также вот очень порадовало, что... Ребята из Amateur Gothic Mod Team... Ну, ныне Рагнарог... Интертейнмент сделали абсолютно свою... Новую пещеру... Шахту... Такой вообще не было... Ни в первой, ни во второй Готике... Не смей... Не смей... Я же... Не... Ух ты... Крепкий... В следующий раз тебе не уйти... Как хорошо, что ты поделился со мной этой рудой... Так, ладно... Здесь ловить нечего... Немножко не повезло... С очень... С очень мощным двуручником... Выбежал тут на меня... И невероятно... Невероятно живучий... Одет-то он... Как видите, в такую же... Одежду... Даже не доспех... А эти доспехы... Это был... Послушника... Неважно... Как бы там ни было... Очень... Слабая... Защита... С одного огненного шара... Его соратники складываются... По сути, ему, наверное, даже и... Половину огненного шара хватило бы... Как я... Сам же Мадарес... Мда... НЕ!!! Стража пропустила тебя, а ты хитер. Хе-хе. К сожалению, моё лицо последнее, что тебе удастся увидеть перед смертью. Ты сам виноват. Не смей здесь ко... Так, а если... Если шаровую молнию... Да, шаровая молния лучше работает. Семьсот девяносто два опыта. Невероятно живучий. Да, это доспех у него. Доспех послушника и месть тролля. А вот и амулет Триромара. Амулет Триромара стоимость пятьсот. Стража пропустила. Стража пропустила. Мадарес была слишком... Слишком слаба. Стража пропустила. Стража пропустила. Продолжение следует... 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 так смотрим гарпий гарпи да так есть это призыв гарпии тоже можно было не покупать так здесь тупик а вот ужасно по-другому не сказать так где там ползун то еще один был же вот похоже это был он так ну что ж я смотрю по времени надо делать перерыв я вообще подозреваю что там королева ползунов даже будет в конце займемся ей следующей серии увидимся и удачи вам а